Ассаламу алейкум, дорогие друзья! В эфире телеканала ННТ, ежедневная программа Ифтар, которая выходит именно в месяц Рамадан. И сегодня первый выпуск, и в течение всего месяца Рамадан я и мои коллеги будем приглашать сюда, в эту студию религиозных деятелей, и говорить обо всем, что связано с этим благословенным священным месяцем Рамадан. Сегодня для вас работаю я, Курбан Рагимов, а в гостях у нас сегодня имам привокзальной мечети имени Сайфилла Хадиба Шларова, Мухаммад Хаджи Майранов. Мухаммад Хаджи, ассаламу алейкум. Алейкум, ассаламу алейкум. Прежде всего, я хочу напомнить телезрителям, что мы сейчас работаем в прямом эфире, и вы также можете участвовать в нашей беседе, отправляя свои вопросы по системе WhatsApp на номер, который указан в нижней части ваших экранов. Прежде всего, Мухаммад Хаджи, расскажите, как вы встретили в своей мечети этот священный месяц, как проходит этот месяц в вашей мечети? В первую очередь хочу поздравить всех мусульман, всех братьев, сестер, особенно наших братьев дагестанцев с этим месяцем, месяцем Рамадан. Встретили мы, как и в большинстве, наверное, мечети Махачкалы, первый день с Таравиха, вернее, ночь, у нас была первая ночь, месяцем Рамадан. Начинали делать Таравиха-намазы, далее подготовили ифтар для прихожан, чтобы отпускали уразу, и стараемся, ну, что-то особенное помимо Таравиха-намаза ифтара не проходит, но, аль-хамдул-ля, заметно сказывается большее количество прихожан в мечети, то, что все больше людей, которые раньше, может быть, не ходили, начинают посетить мечети, а так, в основном, больше что-то нового нет еще. Но если сравнивать с предыдущими годами, увеличивается количество тех, кто приходит? Да, да, конечно, аль-хамдул-ля, отрадно видеть, когда пополняются ряды мечетей, можно сказать, что мест не хватает в мечетях, и я думаю, во многих мечетах такая же ситуация, что все больше и больше людей посещают, с каждым годом многие наши братья и сестры, которые, может быть, в предыдущие годы не держали урозу или не совершали намаз, они ставят себе какую-то цель, достигают ее, начинают учиться и намазу, и держат пост. Также детей много бывает, которых Аллах и не обязует в их возрасте держать, но они тоже это практикуют, аль-хамдул-ля. Но, надеемся, у нас наблюдается, что с течением месяца Рамадан все меньше и меньше начинают приходить. Не знаю, чем это связано, но... Хотелось бы, чтобы больше, да? Да, надеемся, что такое же большое количество до конца, до последних месяцев Рамадан, и даже дальше тоже, чтобы также посещали нашу мечету. То есть сухур и ифтар, все как положено в мечети. Да, аль-хамдул-ля, Аллах тоже дает, и наши прихожане сами организовали это все, имеется в виду... То есть и организация, и средства, и сбор средств для сухура, для ифтара, то есть это все лежит... Да, мы вот объявили, организаторскую часть мы взяли на себя, администрация мечети, но нас очень хорошо поддерживает джамат, кто чем может. Мы знаем, в хадисе пророка Мухаммада, саляму, сказано, человек, который угостил постящегося, Аллах прощает ему грехи, и он получает такое же вознаграждение, как тот, кого он угостил. Если посредством тебя 100 человек сегодня отпустили в разу, ты получаешь вознаграждение этих 100 людей, как будто ты... Все, что они пост держали за целый день, тебе это также записывается вознаграждение. И учитывая это, каждый хочет принять участие в ифтаре. То есть каждый принимает участие и получает эти бесценные награды, которые именно в этот месяц мусульмане удостаиваются. Вообще вот месяц Рамадан наступил. Вы, будучи в городе, будучи имамом одной из мечетей квартальных в городе, ощущаете ли в полной мере, что вот месяц Рамадан в республике, ну, в частности, в Махачкале наступил по-настоящему? Ну, честно говоря, по всему городу, как наступил месяц Рамадан, весь город обойти как-то не далось мне. Но в тех местах, где я проходил и по работе, и как я перемещался по городу, аль-хамдул-ля, чувствуется в людях такой хал, такой состояние, даже чувствуется радостно. И то, что наступил этот месяц, независимо, наверное, от того, кто этот человек, какой бы он деятельностью ни занимался, при разговоре сказывается, что слышно бывает, даже элементарно в магазин заходишь или куда-то проходишь, слышно, кто-то держит, кто-то там покупает финики, готовится к ифтару, кого-то хочет угостить, но на разговоре даже... То есть какая-то атмосфера... Да, атмосфера чувствуется однозначно. Это радует, несомненно, то, что с каждым годом, наверное, да, все больше и больше тех же самых заведений, кафе закрываются в дневной период и работают, например, как я видел, с 7 часов, с 6 часов до часу ночи, чтобы люди могли и отпустить уразу, то есть ифтар сделать, и потом уже сделать сухор. Да, этот момент тоже хорошо, что вы отметили. Хочу отдельно поблагодарить вот этих хозяйцев, хозяев вот этих кафе за то, что они вот такой богоугодный поступок совершили. Альхамдуллях, что, ну, совсем недавно, можно сказать, несколько лет назад такого не было. Мы наблюдали, что буквально там некоторые единицы, можно сказать, что закрывались, и проблема была, на самом деле, то, что в дневное время открытый. И тот, кто постится, видит эту постоянную еду, мы знаем, с точки зрения нашей религии, это не приветствуется перед постящимся кушать или там соблазнять его едой. Но сегодня, как вы уже сказали, мы наблюдаем то, что многие кафе, владельцы кафе, ресторана и так далее открываются именно в ночное время, соблюдая как раз-таки вот... Но все равно есть к чему стремиться, потому что некоторые все равно... Иншаллах, будем делать дуа, чтобы они тоже, иншаллах, кафе пришли. Мухаммад Хаджир, расскажите нам о ценности этого месяца, насколько увеличиваются награды за совершенные благие деяния в этот месяц? Ну, месяц Рамадан Аллах Всевышний выделил над остальными месяцами, точно так же, как Он выделил пророка Юсуфа, а.с., над остальными его братьями. Мы знаем, это огромная разница была в степени между пророком Юсуфом и остальными братьями. И Аллах Всевышний любит этот месяц, Аллах прощает грехи, прощает своих рабов в этот месяц. И в хадисе пророка, саллиллаху али-васаллим, говорится то, что когда наступает месяц Рамадан, закрываются двери ада, открываются двери рая, и шайтана заковывают в цепи. И из этого мы видим, что у человека есть в основном два его врага, которые постоянно рядом с ним находятся и постоянно сбивают его с истинного пути. Первый враг — это шайтан, это иблис. И как мы уже сказали, согласно хадисам пророка, саллиллаху али-васаллим, Аллах его заковывает в цепи, и уже нет того влияния на человека, нет уже тех наущений, то, что бывает в обычное для нас в обыденное время, как сейчас. И то есть иблис уже нам не оказывает такого большого вреда, как сегодня, то есть как в обычное время. И второй враг, как говорил пророк, саллиллаху али-васаллим, это наш навс. То есть мы остаёмся наедине с самим собой, как говорят, наше внутреннее эго, которое постоянно нас толкает к чему-то порицаемому, к чему-то плохому, к своим страстям и желаниям. И когда Всевышний Аллах сотворил это эго, этот навс, чем только Аллах его не испытывал, и огнём, и так далее, и каждый раз, когда испытывал навс, он спрашивал, Всевышний задавал вопрос навсу, кто я, а кто ты? И навс не покорялся Всевышнему и говорил, ты это ты, а я это я. То есть не признавал Всевышнего. И только когда голодом Всевышний Аллах испытал этот навс и спросил, кто я, а кто ты, навс ответил, ты мой Господь, а я твой раб. Только голодом навс покорился Всевышним Аллаху. И, аль-хамдул-ля, это тот месяц, когда Аллах объединил, как бы нам, усилил наши силы и уменьшил силы наших врагов, и близко заковал в цепи, которые нам не мешают в этот момент. И навс тоже, который покорён, целый день мы держим пост, и наш навс покоряет Всевышним Аллаху. Это самый превосходный период для того, чтобы человек переосмыслил свою жизнь, свои поступки, сделал таубу. Мы знаем, особенно в наше тяжёлое время, у нас очень много грехов. Очень много грехов и больших, и малых, и тех, на которые мы можем постоянствовать. Любой из нас, хоть немного, хотя бы если у нас есть боязнь перед гневом Всевышнего Аллаха, любой из нас, разумный человек, хочет покаяться, хочет рано или поздно оставить эти грехи. И вот Всевышний Аллах по своей милости дал нам такой месяц, который самое, можно сказать, оптимальное время для того, чтобы бросить эти грехи. Немного нам нужно... Месяц Рамадан ещё называют месяцем, шансом, когда всё можно изменить, так ли это? На самом деле так. Вот как я уже говорил, человек... Часто мы себе ставим какой-то день и говорим, вот с понедельника начну что-то делать, или когда каникулы наступят, или когда опт, да. То есть мы ставим, откладываем на какой-то момент. И самый лучший момент, чтобы начать, чтобы некий заряд получить, этот заряд нам даёт сам Всевышний Аллах, азава ва чаля, именно в этот месяц Рамадан. Сохраняя нас от всего остального, от наших врагов. И если и в этот месяц мы не оставляем грехи, ну, значит, понимать нужно, что если мы не нашли в себе силы оставить свои грехи в месяце Рамадан, то в другие месяцы намного сложнее нам будет. Нужно немного поразмыслить, когда Аллах такое хорошее условие создал для нас, чтобы мы оставили эти грехи, если мы не оставляем, значит, просто не сильно, наверное, стараемся оставить эти грехи. Месяц Рамадан, вот, первое, вот, что приходит на ум, признаюсь и ко мне, и ко многим, наверное, да, это голодание, да, вот, соблюдение поста. Но за этим, за месяцем ещё многое другое стоит. Если спрашивают на улице, всякий ответит, что это пост, ну, только с этим ассоциируется. Так ли это на самом деле, так ли должно быть на самом деле, с чем должен ассоциироваться месяц Рамадан, и только ли это, чуть вопрос удлинил, вот, только ли это соблюдение поста, в этом ли только заключается месяц Рамадан? Понятно. Ну, для разных людей, по-разному, наверное, относятся к этому месяцу Рамадан. Вот, какие-то ассоциации, наверное, у людей, кто-то ассоциируется. На самом деле, большинство, наверное, думают, что это основной пост. Ну, понятно, потому что Аллах именно этот месяц выделил, обязательно сделал для нас пост. Но на самом деле, помимо поста, это месяц Кур'ана, это месяц милости Всевышнего Аллаха, это месяц милосердия, чтобы мы друг другу проявляли милосердие. Это месяц, в котором нам нужно улучшить свои отношения к окружающим людям, к своим близким, к родственникам, друзьям. Также месяц духовного очищения. Ведь пост — это не просто, чтобы ты не ел и ничего не пил в дневное время. Пророк Мухаммад салам говорил, как много будет людей, которые держат пост, но воздаяние за этот пост будет их голод и их жажда, больше они ничего за это не получат. Потому что поститься нужно всем телом. Пост бывает у наших глаз, когда ты сохраняешь свои глаза от запретного. Пост у шеи, когда ты не слушаешь запретное, у своих ног. Не только у живота. Да, не только у живота. Каждый твой орган, когда ты его сохраняешь от запретного, он постится. Но если ты только не кушаешь, не употребляешь пищу или какое-то питье, за это человек не получит большое воздаяние. Да, внешне его пост будет засчитан, если он не нарушил его какими-то шариатскими причинами. Но перед Всевышним Аллахом вознаграждение за этот пост будет разным. Человек, который просто не ест и не пьет, но вместе с этим позволяет грешить своим языком, сквернословить, ругаться с кем-то, конфликтовать, драться и так далее, и так далее. То за такой пост, наверное, Всевышний Аллах, мы-то не знаем, какой, наверное, ждет этого человека. Дай Аллах, чтобы он не покаялся. И Аллах принял его пост. Но это два разных поста будут. Человека, который только лишь животом свой пост держит, и человек, который всеми своими органами держит этот пост. Антхажи, уважаемые телезрители, мы сейчас прерываемся на небольшую паузу, после которой обязательно продолжим. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире, в эфире телеканала ННТ, ежедневная программа Ифтар, которая выходит исключительно в месяц Рамадан. И сегодня у нас в гостях Мухаммад Хаджим Айранов, это имам одной из квартальных мечетей, мечети имени Сайфуллах Адибашларова. Мы сегодня говорим, у нас общая тема, говорим о месяце Рамадан, и все, что с ним связано. Мухаммад Хаджим, мы остановились на теме о сути Рамадана, да? То есть это не только голодание, но и голодание, то есть не только голодание живота, но и голодание всех частей, всех органов тела. Голодание и сохранение от греха, можно будет так сказать. Но с мудрости, месяца Рамадан очень много мудрости. Одна из них так же, чтобы человек осмыслил свою жизнь, задумался, когда он с утра до вечера ничего не ест, не пьет, чтобы он поставил себя на место тех людей, которые находятся в таком тяжелом положении. И мы-то голодаем только лишь месяц Рамадан, является для нас обязательным. И как вы посмотрите на наши столы, как мы отпускаем эту уразу, чего только не бывает на наших столах. А есть наши братья и сестры, которые лишены этой возможности. Можно сказать, что нечем даже эту уразу отпускать, которая на самом деле находится в тяжелом положении. Почему Аллах обязал держать пост и богатым, и бедным? Потому что богатый даже, имея возможность купить себе еду и покушать, чтобы он ощутился, поставился на место бедного и понял, каково бывает людям в такой момент, чтобы его немного сердца, милосердием проникло к остальным людям, которые не имеют такой возможности. И так же, как вы отметили, каждый свой орган сохранить от греха. Повторюсь, я скажу, глаза сохранить от взора, смотреть запретное, уши, чтобы не слушали запретное. Ведь это не только в месяц Рамадан нужно сохраняться от грехов, но в месяц Рамадан особенно нужно сохранять, потому что все мы знаем историю, когда один иудей, проявляя уважение к месяцу Рамадан, он увидел, как его сын в месяце Рамадан перед мусульманами, которые постились, он ел. Он кушал еду, он перед всеми, и он загнал его домой и поругал за то, что он сказал, ты разве не знаешь, что эти мусульмане постятся, как ты можешь перед ними кушать, когда они голодают в это время? И говорится, что из-за этого уважения, которое он проявил к этим мусульманам, после его смерти его сосед увидел его в раю, и он спрашивает, во сне увидел его в раю, и во сне спрашивает, каким образом ты оказался в раю, когда ты был неверующим человеком? На что этот человек ему отвечает, говорит, перед смертью Аллах Всевышний внушил мне шахаду, и я ее все-таки произнес и стал верующим мусульманином именно за тот поступок, за то, что я проявил вот такое уважение. И сегодня мы видим, мы сами являясь мусульманами, к сожалению, мы наблюдаем, когда сами же мусульмане не всегда проявляют это должное уважение к этому месяцу, когда из этой истории мы видим, люди даже не из нашей религии, будучи не мусульманами, проявили уважение к исламу. Да, Аллах, чтобы это понимание приходило и к нашим людям, и к мусульманам, естественно. Перейдем плавно к вопросам, которые к нам отправляют телезрители, их накапливается уже большое количество, и вопросы, которые я заранее готовил, и вопросы уже приходят к нам по системе WhatsApp. Напоминаю, что, уважаемые телезрители, вы можете работать, сотрудничать с нами в прямом эфире, отправляя свои вопросы по системе WhatsApp. Первый вопрос прозвучал, был задан. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. У меня огромное желание ходить в мечеть и совершать таравих намаз. Можно ли женщине, в скобках, в разводе, ходить на этот намаз? Хотелось бы знать, как правильно поступить. Такой вопрос задают телезрители. Ассалам алейкум ассалам. Женщинам также желательным является совершать таравих намазы, если в мечети по соседству, где живет данная сестра, если есть рядом мечеть, и есть в этой мечети отведенное для женщины отдельное место, то ей назволяется, и желательно также совершить там таравих намазы. И здесь хочу отметить, чтобы наши сестры осознанно делали этот шаг, не потому, что ее сестра старшая или ее подруга тоже ходят, она для этого, да, толпой они ходят туда и не понимают, для чего это делается. К сожалению, бывают многие сестры, которые внешне вид, они могут какой-то вызывающий, яркий, какие-то привлекательные наряды. Бывают даже сестры, которые умудряются накраситься и ходить таким образом мечеть. К сожалению, это признак непонимания, куда она ходит и для чего она делает эти намазы. Женщина везде должна оставаться незаметной, особенно для посторонних взглядов. Но если она все эти условия соблюдает, ей разрешается ходить, и независимо, она в разводе, если, конечно, она замужем, то только с дозволением мужа это должно происходить. Следующий вопрос, Мухаммад Худжи. Ас-саляму алейкум, ас-саляму алейкум ас-саляму. Азан лучше дослушать или сразу открывать? Ну, говорится, что с первым чтением Муадзина, когда он только прочитал Аллаху Акбар, с первого табира уже желательно как можно быстрее отпустить в развод. И пророк Мухаммад, саляму ас-саляму, также побуждал, чтобы мы как можно раньше отпускали эту развод. Что касается Муадзинов и вообще Азана, у меня следующий вопрос, который тоже накопился у многих телезрителей, у многих людей вообще. По какому Азану все-таки жить мусульманам? Так как один Азан бывает, например, утренний намаз в 2, там в 2.12, 2.14, другой Азан может призвать в 2.03 или в 1.59, как было у моей коллеги. Вот как поступать, как быть, по какому Азану жить? Ну, у нас есть определенный орган, это Муфтиат Республики Дагестан, который несколько лет, он тщательно занимался проверкой, этим времени выпустил последнюю Рузнаму, которая вот от всех каких-то ошибок, уточненная уже досконально. По этой Рузнаме нужно в любом случае. Мы сейчас какие-то мечети не будем это перечислять. У нас есть, например, большая наша центральная джума-мечеть, на нее ориентироваться нужно соблюдать свой пост. То есть, если прозвучал Азан в другой мечети, нам стоит дождаться, пока джума-мечеть прозвучит. И так будет лучше, потому что, может быть, из-за неправильного времени Муазин может раньше дать. Мы не знаем, по какой причине это происходит. Но у нас есть Рузнама, вот рекомендую вот в исламских магазинах приобретать Рузнаму, последнюю Рузнаму, так она и говорится, с поправками, последнюю Рузнаму, если спросить, дают именно ту Рузнаму, которую рекомендует Муфтиат Республики Дагестан. Мухам, а же следующая тема, о которой хотелось бы прослушать ваш ответ. Вот месяц Рамадана желательно, да, вот каждую минуту вообще все время проводить в поклонении, да. И ночь тоже не исключение, ночь тоже требуется проводить в поклонении. Но как тут поступать рабочему человеку, который с утра должен, и вы, наверное, должны с утра ходить куда-то на работу, и я должен, и многие другие телезрители должны. Вот как поступать в такой момент, как провести и соблюсти, и провести этот месяц вот в поклонении, вот особенно ночь, да. Услышав ваш вопрос, как раз сегодня мы читали урок и проходили хадис пророка Мухаммада, где посланник Аллаха, обращается к человеку, спрашивает, человек, который соблюдал эту религию, как бы, поклоняющийся, усердно поклоняющийся, выстаивающий ночи и так далее, и он спрашивает, а кто тебя содержит? И этот человек говорит, меня содержит мой брат, который зарабатывает, как бы, деньги, он дает мне возможность проводить время поклонения Всевышнему Аллаху, а сам работает, и на жизнь доход идет, основной источник дохода, это мой брат. И тогда посланник Аллаху, саляму, говорит, возможно, он перед Аллахом более поклоняющийся, чем ты. Потому что поклонение, как мы уже сказали, это не какое-то узкое понимание, только намаз, там мечеть, Коран читать и так далее. Поклонение — это вся наша жизнь. Вот мы с вами, допустим, сейчас сидим и о чем-то беседуем, о чем-то полезном. Это тоже поклонение Всевышнему Аллаху. Человек, который выходит из дома на свою работу, заработает деньги, халал, ризг для своей семьи, накормит свою семью, своих детей, это тоже его поклонение, он находится на пути Всевышнего Аллаха. Поклонение — это каждый вздох. Если человек делает любую вещь с правильным, чистым намерением, чтобы помочь людям, помочь окружающим, своей семье, самому себе и так далее, это и есть поклонение Всевышнему Аллаху. Если, конечно, очень хорошо было бы в месяц Рамадан выделить особенным видом поклонения, выстаивать ночи в намазах, прочитать Ур'ан и так далее, но, как вы уже сказали, если человек вынужден, у него нет отпуска, и он вынужден ходить на работу, то его поклонение в месяц Рамадан — это будет хорошее отношение и как бы с ответственностью подойти к своей работе и добросовестным работником, если он станет, это будет его оживление и тех же самых ночей и так далее. Он получит это воздаяние, Провести месяц Рамадан в отпуске или еще провести его на умра — это, наверное, вообще высшая мечта каждого — провести так. Тем не менее, у нас следующий вопрос от телезрителя «Салам алейкум ва алейкум салам». Если зуб удалить и случайно попадет в кровь, то уроза портится? Имеется в виду проглотить кровь? Если проглотить кровь, если удаленный зуб, так или иначе, из-за наших каких-то действий он запроизошел, мы его удалили, и кровь, которая попадает туда, она портит урозу. Ну, рекомендовано, чтобы есть такая возможность отложить лечение зубов на последующие месяцы, когда у нас закончится месяц Рамадан, или же в ночное время все это выполнять, чтобы не испортить, не нарушить наш пост. Ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракатула, алейкум ассалам. У меня вопрос. Я круглогодично принимаю лекарства и болею. Как мне быть? Ведь я не могу так поститься. Если человек, Всевышний Аллах Коране говорит, бисмилю рахматуллахи ва рахматуллахи, ля юкалифу Аллаху нафсан, и ля вусаха. Всевышний Аллах не возлагает на человека то, что ему не под силу. Если этот человек вынужден принимать эти лекарства, и он обязательно именно в дневное время его принимает, если есть возможность принимать его до утреннего азана и после вечернего, то он пост может так же держать, как и остальные. Но если он обязан употреблять эти лекарства и жизненно важные лекарства, то Аллах его не обязует, пускай он держит так пост, как у него получается. Но в любом случае ему хорошо будет воздерживаться от приема пищи, то есть употребить свои лекарства необходимые, но вместе с остальными он с намерением держать пост, чтобы он воздерживался от еды. Можно ли отпустить уразу в сафари, на сафари? Можно отпустить уразу в сафари с условием, если выехал в сафар до утреннего азана. То есть, если человек выехал в сафар днем, то этот пост ему нельзя уже отпускать. Он должен, будучи уже в ночное время выехать в этот сафар и там дозволяется. Опять-таки, этот сафар должен соответствовать условиям, чтобы он не был слишком долгим, длинным этот сафар, чтобы расстояние было и так далее. Ну, соблюдением соответствующих условий, которые позволяют нам сокращать и переносить намазы. Тогда дозволяется. Ассалам алейкум и алейкум ассалам. У меня постоянно выходит слюна, можно глотать намазы, я же не могу плюнуть. Вопросы, как бы они ни изучали, какими бы нелепыми или легкими они не были, аль-хамдул-лях, что задают, да, люди вопросы. И мне кажется, что людей все больше и больше, которые соблюдают и поэтому отсюда и следуют, наверное, такие вопросы. Для общего зрителя, может, для религиозного зрителя они кажутся какими-то простыми, но, тем не менее, мусульмане первый раз, наверное, соблюдают. Ну, в любом случае, они нелепыми казаться не будут, нелепыми вопрос не может быть, потому что так или иначе от него зависит ответ, это наша религия и мы должны спрашивать, то, что мы не знаем. Конечно, для кого-то, может быть, посчитаются эти вопросы легкими, но, тем не менее, аль-хамдул-лях, это хорошо, какой бы легкий вопрос для нас с вами или для кого-либо еще. Человек, который его задает, значит, он интересуется этим вопросом и он должен получить ответ. Вот требуется ответ в слюне. По шариату дозволяется глотать слюну, чистую слюну, не смешанную с мокротой, с кровью и так далее, чистую обычную слюну, которая у нас выделяется во рту, ее дозволяется глотать и она пост не портит. Поэтому, сколько бы мы слюну не глотали и в намазе, и вне намаза, обычно чистая слюна она уразу не портит нашу. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму, хотел узнать, если с носа идет кровь, нарушается ли пост? Если с носа кровь идет, то пост не нарушается. Не нарушается. Но нужно постараться, чтобы, когда вышла эта кровь, чтобы через дыхательные пути она внутренне попала. Через дыхательные пути, через нос, полость рта и из-за рта уже мы ее обратно, чтобы не проглотили. А так, если просто пошла кровь у человека, она пост не портит. Отхажи, уважаемые телезрители, вопросов все больше и больше, они прибавляются. И мы постараемся в следующую часть после паузы, сейчас у нас пауза, после паузы постараемся посвятить оставшуюся часть нашей программы именно вашим вопросам. Сейчас у нас пауза. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире. Это программа Ифтар, ежедневная программа Ифтар, извиняюсь, которая выходит исключительно в месяц Рамадан. А сегодня у нас в гостях Алим Богослов, это Мухаммад Хажим Айранов, имам одной из квартальных мечетей города Махачкалы, имам мечети имени Сайфулла Хадиба Шларова. Продолжим нашу беседу и продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Следующий вопрос звучал так. Можно ли лечить зубы во время Рамадана? Лечить зубы можно. Как я уже ранее говорил, рекомендуется отложить лечение зубов. Если нет срочности, оставить отложить на последующие месяцы, когда закончится месяц Рамадан, или же в ночное время лечить. Но если точно врач дает гарантию, что сегодня у стоматолога бывают такие средства, которые препятствуют попадению чего-либо в полость рта, то есть дальше уже от рта в пищевод и так далее. Если точно есть гарантия, что не пройдет ничего, не проникнет ни вода, ни что-либо другое в полость человека, то можно лечить. Но еще раз повторю, что лучше остерегаться этого. Если срочности такого нет, лучше остерегаться и не лечить. Также спрашивают о купании во время поста. Ну, в частности, имеется в виду, наверное, промывание ушей. Здесь надо разделить на обязательное купание и желательное купание. Обязательное купание, ритуальное шариатское купание, когда человек находится в состоянии джунуба, в состоянии осквернения, и когда он вынужден искупаться, и фарзами являются для него, то он должен искупаться, то есть не погружением в какую-то воду, в водоем, в пруд, в речку и так далее, а по душам становится, протеканием этой воды. И протеканием, если он купается, обязательно купание, даже если случайно даже попадет вода через уши, то пост не испортится. Если не по его халатности, а случайно попал, но из опыта мы знаем, если просто ровно голову держать и не наклонять на сторону эти головы, то в уши вода не попадает. И даже если попадет, еще раз отмечаю, если это обязательное купание, если случайно вода попадет, пост не нарушается. Если же это желательное купание, не было обязанности ему купаться, он начал все-таки купаться, то там даже случайное попадание через уши портит пост. Здесь хочу отметить, часто люди задают вопрос, связанный с купанием. Когда человек находится ночью в состоянии джанаба, джунуби, состоянии осквернения, когда он без полного омовения, он засыпает, и он сделал все намерение, он держит пост и просыпается утром уже. Но он находится без полного ритуального омовения. Что делать в таком случае? То его намерение засчитывается, его пост засчитывается, даже если он в состоянии осквернения. Он должен также, будучи в посте, пойти и искупаться. Следующий вопрос. Когда нужно делать намерение на пост, если забыл, как поступить? Намерение делается с вечернего, согласно, мы будем говорить, согласно нашему мазхабу, мазхабу Ивама Шафия, с вечернего азана до утреннего наступления, с вечернего времени, времени разговаривания до наступления времени утреннего азана. То есть, если я делаю сегодня в обеденное время намерение на завтрашний день, то это намерение не засчитывается. Оно должно быть именно в отрезке между вечерним азаном и утренним азаном следующего дня. Следующий вопрос, такой интересный. Можно ли сыграть свадьбу в месяц Рамадан? Смотря в каком понимании свадьбы. Свадьбу, которая не противоречит шариату, без грехов, которые проводятся, дозволяется играть, и если это не кахст заключают люди, или же валиима, это празднование, это бракосочетание, дозволяется. Опять-таки, если в иное время участники этой церемонии, они не будут ничего кушать и пить, если они будут праздновать и употреблять пищу только в вечернее время, то дозволяется, ничего запретного нет. Следующий еще один вопрос. Если можно, как выплачивать штраф за пропущенные посты, то есть будучи больным? Все эти вопросы, связанные с выплачиванием штрафов, мудов для больных и для здоровых, это все рекомендую обращаться на территорию центральной мечети. Бывает, последние дни Рамазана стоят люди, которые занимаются продажей саха, принятием, и они разъясняют, это такая длинная тема, если мы будем разъяснять, очень много времени потребуется. Там, наверное, индивидуальный подход какой-то. Да, 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 там каждая ситуация, там они считают, сколько лет человек пропускал, сколько он не держал, была ли возможность их возместить или не была. Вот все это, все эти аргументы рассматриваются, и потом ему выносится как бы ответ на его вопрос. Намаз старых, это тоже каждый вечер мусульмане совершают. Можно ли возмещать вместе с ним свои пропущенные молитвы? Зрители спрашивают. Если нет, то что предпочтительнее? Совершать старых намазы или возмещать обязательные фар-намазы? Это частый тоже вопрос, очень распространенный. Люди, которые имеют долговые какие-то свои намазы. Долговые, хочу отметить, это именно с момента полового созревания человека, примерно 13-14 лет. Есть люди, которые с этого возраста не совершали, у них несколько лет накопились пропущенные намазы. И есть кто приходит в мечеть, совершает после намаза вместе с другими, которые совершают таравих, они садятся, то есть вместе с ними стоят и совершают, делают намерение не на таравих намаз, а на пропущенные возмещающие. Если человек выбирает одно из двух, то есть у него есть свободное время только после ночного, во время как раз этих таравихов. Если так поставить вопрос и спрашивать, что лучше, или таравих совершить желательный, или же возместить свои обязательные намазы, то предпочтительнее возмещать свои обязательные намазы, потому что это твой долг, ты обязан его сделать рано или поздно. А таравих намаз является сунной, это не обязательно, хотя тоже желательно. Но если не ставить так крайне, можно сказать, радикально так вопрос, а спросить вообще, как быть в месяц Рамазан тому, у кого есть пропущенные намазы, то хорошо было бы найти человеку свободное время и не забирать это, не отнимать это время у таравихов. Во время таравих намаза делать со всеми и намереваться на таравих намазы и найти отдельное время для возмещения своих обязательных намазов. То есть когда мы находим посреди дня время для компьютера, для интернета, для телефонов, для каких-то там развлечений, каких-то просмотров фильмов, телевизоров, вот все это время мы должны возмещать намазы свои. Но мы отсюда время не урезаем, а в свободное время тратим на какие-то свои удовольствия, развлечения и так далее. Но когда наступает время таравиха, мы вспоминаем, что у нас оказывается есть еще пропущенные намазы, и это время отнимаем у таравиха. Это тоже немного несправедливо будет, конечно. Коротко и соответственно вопрос. Нужно и находить время, и возмещать свои намазы, и таравих тоже делать. Но если одно из двух выбираем, то тогда, конечно, возместить. Почтительно возмещать. Время айтикафа, пребывание в мечети мусульманам, как следует проводить это время? Вообще последние 10 дней особо стоит выделять, но вообще весь месяц посвящен этому. На самом деле и айтикаф — это один из видов поклонений, которые мы можем совершать в месяц Рамадан. Каким образом? И что такое вообще айтикаф для людей, которые первый раз, может быть, слышат это слово? Человек, который заходит в мечеть, будучи на территории мечети, он может сделать намерение. Я намереваюсь находиться в и айтикафе. И за вот такое намерение, и айтикаф — это желательное пребывание в мечети. То есть мы сердце свое связываем с этой мечетью и намереваемся находиться в ней в состоянии поклонения Всевышнему Аллаху. И если человек никому не мешает, ничего греховного не совершает, даже если он не молится в мечети, даже если он не читает Коран, просто он находится внутри этой мечети. За каждый миг ему записывается вознаграждение, потому что он сделал намерение находиться в и айтикафе в этой мечети. Как можно больше времени, конечно, рекомендуется. Тот же самый таравих намаз, который мы совершаем. Заходя в мечеть, пускай человек сделает намерение, я намереваюсь находиться в мечети и айтикафе. И за каждый миг ему также будет записываться вознаграждение. Бывает, порой заходишь в мечеть, а люди там, прихожане лежат. Это как расценивается? Как айтикаф оценивается их действие? Ну, здесь надо рассмотреть, какие именно люди лежат, по какой причине, и что является причиной их там лежания, отдыха. Бывают люди, которые, например, пришли на джамат, какой-то коллективный намаз. И вот здесь будет неуважение просто перед всеми, когда люди лежат и занимаются каким-то поклонением, чтобы человек не поклонялся и зашел в мечеть, просто там полежать или отдохнуть. А если же человек, например, оживлял ночь, он совершил много, вода-то много, намазов совершил, утомился, и если он прилег отдохнуть, то это будет, конечно, уже другое отношение к нему. Так или иначе, лучше это время проводить не в лежании, не в сне, а в поклонении Всевышнему Аллаху. А для сна лучше будет все-таки отправиться домой. Следующий, один из последних вопросов. Мы, уважаемые телетриители, физически не можем отвечать на все вопросы, но я думаю, иншалла, мои коллеги уже в последующих эфирах обязательно озвучат, ответят на все вопросы, которые вы задаете. Во всяком случае, постараются. Один из последних вопросов, является ли, алейкум ассалам, является ли дым айном и портится ли дымом пост? Дым, если человек, например, при помощи курения, сигареты, если он втягивает этот дым в себя и глотает его, то это пост нарушает. Или же, если он видит дым от огня и становится перед ним специально, он намеренно вдыхает этот дым, то этот дым пост нарушает. Но если не по его воле, например, какой-то большой пожар возник, и на него дует этот дым, или же там большая пыль стоит столбом и так далее, если он это вдыхает в себя непреднамеренно, неизбежно, допустим, он стоит, он должен дышать так или иначе. Если он не специально это делает, то его пост не нарушает. Можно ли? То есть еще один вопрос, один из последних вопросов, ответ быстро. Если утренний азан звучит, и в это время человек употребляет пищу, портится ли уроза? Мы должны знать, что время поста наступает не с азаном, а с временем наступления. То есть азан, муадзин просто может на минуту позже дать этот азан. Если он на 10 минут задержится, и на 10 минут позже даст, это не значит, что время нашего поста отложилось на 10 минут. Мы должны смотреть на время наступления намаза. Если время наступления, если время утреннего намаза уже наступило, с этого момента уже кушать нельзя. Но если муадзин не ошибся и вовремя дал этот азан, как только мы услышали этот азан, мы должны остановиться, прерывать свой прием пищи. То, что осталось в рот, мы должны непременно вытащить, не имеем права мы глотать его, сполоснуть свой рот и додержать дальше свой пост. Уважаемые телезрители, на все вопросы физические мы сейчас ответить не можем, но уже в индивидуальном порядке. Думаю, после эфира с Мухаммадом Хаджи мы ответим на эти вопросы. В завершение, несколько слов в адрес телезрителей, в адрес всех мусульман всего мира. Несколько слов по желанию. Пусть Всевышний Аллах поможет нам воспользоваться этой возможностью, которую Аллах дает нам. И мы не знаем, наступит ли для нас в следующий месяц Рамазан, в следующем году доживем ли мы до этого месяца. Чтобы мы проявляли уважение, как мы ранее говорили, проявление уважения даже к этому месяцу Рамазана, оно вызывает удовольствие Всевышнего Аллаха, чтобы мы не пренебрали этим месяцем, чтобы мы не получилось так, чтобы мы как-то халатно к нему отнеслись. Дай Аллах нам сил, терпения, дай Аллах нам легких постов, побольше ибадата в этот месяц и понимание, осознавание цены этого месяца, как для Аллаха дорог этот месяц, так же, чтобы мы тоже его полюбили и постарались, конечно, изменить себя в лучшую сторону, воспользоваться таким возможностью. Анат Хаджи, я благодарю вас, что несмотря на свой занятный плотный график, имама, которые после ифтара буквально пришли к нам, вам сейчас уже отправляться на травях. Благодарю вас, что пришли к нам, ответили на наши вопросы, очень полезные знания мы получили, в том числе и я, и наши телезрители, в этом, конечно, нет сомнения. Уважаемые телезрители, желаю, чтобы этот проводимый нами месяц Всевышний принял, Всевышний приумножил наши все посты, молитвы, благие деяния, совершенные в этот месяц. Увидимся, иншаллах, на травихе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова